Соня один Соня один Соня, дай мне там картоночку Вон они, картоночки, вон Вон кучка Аккуратней 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 Время Аккуратней Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вообще восстановили все Я так посмотрел, думаю, там миллиарды Вложены Потому что по сегодняшним ценам И такое все это сделать Везде охрана Его восстанавливали не на копейки бабушек А его восстанавливал Какой-то фонд Председателем фонда был председатель Совета министров нашей страны Медведя Вот как это Поэтому Много, но там в общем-то Это как туристический центр Он как бы монастырь называется Всего восемь монахов Мы побыли везде, посмотрели Мертвое место Относительно духовности Больше тогда и не хочется ехать Где бываешь Еще хочется приехать Помолиться Это нет Всего там восемь монахов Случайно одного монаха Я там встретил он Вышел только из келья Я его перехватил И просил, чтобы нас покормили Но он повел нас, покормили Вот Наня там совершает богослужения Везде там по храму Все эти ларьки, ларьки, ларьки Иду там разное продается Там все там Ну книги, свечи там Разные фигурки там Это Лоточки там Эти сорочки там Да все это такое Котенки Да Вот такое Ну что Были мы в Москве Там у одной Рабы Божьей Еще приглашала Там квартиру осветили С ним вместе Там была небольшая беседа у нас Блин Вот Этот год Наступающий 78-й Он Ну в моей жизни Такой как бы Юбилейный Много Вот 14 января Исполняется 40 лет Как меня Руковоположили Священный сан Дьякона 14 января Вот В этот год 20 октября Будет 50 лет Как я несу крест супружества Вот Слава Богу 50 лет 50 лет Как один день прошло Вот Так Ну Такие значит Вот Хочу вам показать Вы заметили Что у нас лежала Библия Это И вдруг Это стало Гатонной Обертки Я Ту Библию Я подарил Новобрачным Марку И Марине Ну что подарить им Что подарить Такое Чтобы было И как-то Ночью даже Проснулся И думаю Ну что такое Даже деньги Подарить Но это не что Деньги Завтра И нет их И все И что-то мне пришло Почему бы не сделать Такое Какой у них подарок Я сделал Это Я скажу точно Что это Не в Томске Не в Барнауле Да и навряд ли Где в России Даже есть Потому что Русскую Библию Чтобы заложить Позолщенный Оклад Это Неопротивно Поэтому я заказал И для нас Сейчас сделали Вот такую Здесь написано Библия И здесь тоже Вот написано Библия Полная Полная Библия С неканоническими Книгами Полная В каком обладе Будет у нас На русском Ну Чтоб вы не сомневались Я прочитаю Какую вам Что прочитать Какую книгу Откройте Какая откроется Я глаза закрою Где откроешь Вот нормально Девятая глава Сирахова Вот так Давайте Интересно Сержеву Дайте почитать Сергею Дайте Сергею Сергею Стоит Почитайте Ну Сергею Почитайте Ухом погибель Не оставляй Старого друга Ибо новый Не может Сраниться с ним Друг новый То же Что вино Новое Когда оно Сделается старым С удовольствием Будешь пить его Не выбирали Открылся Старом Не оставляй друга Свою У нас С отцом Иоанном Вот в наступающем Году У меня еще Один Убили 40 лет Будет Как мы С ним Встретились В январе Месяце Сразу После моего Рукоположения Через два дня Мы с ним Встретим Он приехал И с тех пор Мы Поддержим Эту Другу Где мы бываем Со священником Легискар Ооо Это редко Так Редко бывает Чтобы священники Дружили друг с другом Редко Бывает Что редко День пройдет Чтобы не позвонить И не посоветовать Что ты Вот сегодня Прочитал Ты как думаешь Что это Ну если я не знаю Я направляю Тогда В другой адрес Звони По телефону 230 70 60 Он звонит Туда Потом мне Отвечает Ну что Позвонил Говорит Вот так И так Сказал Ну я говорю Принимаю Это как есть Тогда Сказал А другой раз Звонит Ну что Он мне сказал Это вопрос Не ко мне Это говорит Димитрию Ростовскому Обращайся За ответом Понимаешь Вот так Вот еще Один Убилей В наступающем Году Были Значит Что Там В шахтах Мы поехали С отцом Иоанном В храм В один Взять Чтобы он хотел Взять Причастие Чтобы причастить Отца Ну приехали Батюшка Там Отец Иоанн Высокий Такой Ну и подходим Он вышел Подходит Отец Отец Игнатий Ты Сант Принял Он Обознался Думал Саи Игнатий Ты Сант Принял Я говорю Да Я уже Вот 40 лет Будет Как я Принял Санта Так Я Обознался Это Так Ну и спрашивает Как там Здоровье Саи Игнатия Говорит Мне Шибко Понравился Он Говорит Так Священное Писание Знаю Он Прям Мне Запал Душу Сердце Запал Ну а потом В Москве Соснохой С женой Племянника В храм Ходили Она в храм Ходит Там Недалеко От них Храм Ну и С батюшкой Разговорились Он Откуда Я говорю Я С Барнаула С Алтайского Края У вас Там В Алтайском Крае Есть Проповедник Такой Игнатий Ты Не знаком С ним Я говорю Да Знаком Я говорю Знаю А Как Ты С ним Хорошо Я говорю Да Насколько Возможно Я говорю Знаком Хорошо А что Вы Что-то Имеете Против Него Да Нет 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 Ничего Мы Просто Говорит Здесь Я и Батюшки Там У нас Смотрим Говорит Выходим Смотрим Говорит Я говорю Так Ну вы Что-то Да Нет Ничего Против Я говорю А некоторые Батюшки Очень Недовольны Ругаются Говорит Он Плохо Отзывается Священника Он Говорит Так Правильно А что Нас Хорошего Сказать Правильно Он Говорит Говорит Все Да Ты Не Обижаешься Да Нет 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 Все Хорошо Ну В общем Так Скажем Это Совсем Ну Не знакомо Ничего А как-то Выходит И знает Смотрит Мы Говорит Это Смотрим Говорит Это Я говорю Что-то Против Нет Ничего Говорит У меня Против Я Не могу Ничего Сказать То есть Есть Такие Которые Значит Смотрят Да Конечно Ну Вот Самые Такие Яркие Печатения Это Такие Все Дорогой Спокойно Было Редко Редко Очень Чтобы Завести Разговор Ну Говорит Я Да У тебя Батюшка Ну У меня Характер Всегда Такой Но Я Помню Когда Я Взять 20 лет Назад Ездил В поездах То Всегда Только В вагон Зайдешь Только Ничего Не говоришь Сядешь Только чай Попить Перекрестился Если Да Еще Если Благословил Пищу Все Здесь Будет Уже Разговор Пока Едешь До Москвы Будут Подходить Сейчас Нет Лежит На столике Читаю Открываю Что-нибудь Так Уже Вслух Начну Нет Как-то Совсем Это Редко Редко Откликов Сердцах Нету Нету Почему Потому что Люди Все Знают Сегодня Сегодня Телевидение По телевидению Вот Вчера Я Посмотрел Канал Спас И там Вели Беседу Значит Люди О том Ставили вопрос Почему Случилось Так Что В христианской Православной Стране Случилась Революция Это Накануне Сейчас Столетие Революция Ну Один Говорит Да потому Что Говорит В этом Говорит Он Прямо Говорит Такой Полный Мужчина Не священник Видать Без бороды Такой Да потому Что Говорит Священники Говорит Не учили Так Как Должно Вот И Люди Не знали Пути спасения Говорит И поэтому Здесь Вдруг Показали Что-то Новое Вот Вам Задим Землю Фабрики Заводы Вы будете Жить Счастливо Там Как Живут Бары Вы будете Так же Жить Рабов Не будет И все Ну и все Ну и все И сразу Люди И кинулись На эту Приманку Хорошо Пахнет Но потом За этот Крючок Потянули Всех Вот так И это Пошло Ну вот Началась Война Почему Отечество Война Отечество Война Господь Допустил Для того Чтобы Встряхнуть Нас Чтобы Одну Молиться Наконец Ну вот Так Вот Примерно Такая Беседа Можно Служивать Посмотреть На канале Спас Она записана Видать В интернете Интересная Беседа Так Ко мне Какие Вопросы Можно Вопросы Вот В газете Московский Комсомолец На Алтае 11 18 Октября 17 Я не знаю Как это Назвать Эту статью Пасквилем Ваш адрес Или как Хотелось бы Услышать Ваш Комментарий Или Правда Называется Статья Следы Радикалов Ведут На Алтай Вопрос О как К деятельности Радикальные Группировки А что такое Радикалы Это Как объяснить Что это Радикальные Это Ну как Будь Слишком Резко Меняющие Ситуацию Пытающиеся Изменить Ситуацию К деятельности Радикальной Группировки Христианское Государство Святая Русь Может быть Причастен Православный Священник Из Барнаула Протерея Аким Лапкин А что такое Это государство Ну вот такая Есть организация Группировка Такая Христианское Государство Святая Русь А где Она Есть В России В России У нас Есть В России Так это Партия Или что Есть Регистрация Группировка Группировка Санат Калинин Сектант Может быть Причастен Православный Священник И Торновола Протерея Аким Лапкин Младший брат Известного На Алтае Православного Проповедника Игнатия Лапкина В последнее время Эта группировка ХГСР Получила Известность В связи С рассылкой Угроз Кинотеатрам В случае Проката Фильма Матильда Лидер группировки Александр Калинин Уже арестован Уже арестован Большое Знаете Какого Калинин Понятно Не вижу По слухам Калинин Тесно общается С Акимом Лапкиным По вопросам Организации Религиозных поселений В Европейской части России По примеру Учреждения В поселке Потеряевска Мамонтовского района Алтайского края Косвенно Связь К этой организации Группировки ХГСР И братьев Лапкиных Может Последнить Видео Со специальной В интернете Где Аким Дает советы Как правильно Обустроить Общину Ранее У надзорных Органов Были претензии К Игнатию Лапкину Брата Акима По поводу Православного Детского Лагеря Потеряевки Туда Нагрянули Сотрудники Роспотребнадзора Они Выявили От нарушений Претензии К использованию Для питья Голодецной воды Вместо Проточной Несоответствия Санитарным Требованиям Кухонного Инвентаря И наличие Клещей На прилегающей Территории Как сообщает Источник Московского Комсомольца На Алтае Большинство Воспитанников Лагеря Дети Из неблагополучных Семей Там Действует Жесткая дисциплина Нельзя курить Врать Материться Отказываться Соблюдать Распорядок Говорят Практикуются Телесные Наказания А среди Детей Случались Травмы При этом Врачей Поблизости Не было Но руководству Всегда удавалось Разрешить Конфликты С родителями Чаще всего Из числа Прихожан Общины Различные Пархии РПЦ Не раз Критиковали Лапкиных Называя Лжеучителями Сектантами Отступниками От Веры Ко мне какие вопросы Участность Этой группировки Я в такой группировке Первый раз слышу Я не слыхал еще Так Калинин Советы давали бы Какое Участность Если это тот Калинин Если тот Только Когда мы Три года назад С отцоманом Проезжали в Воронеж И нам попросили Покрестить Сергия Парализованного Я приехал И его покрестил И там у него Человек Такой лет 35-40 Примерно Так Бородка небольшая Там он стоял Я не знаю Калинин Или Малинин Там Или Рябинин Кто его знает Вот Он С ним был разговор Он Говорит Знает Что он Община А как Отец Каким Общину Вас организовали Как Общину Я говорю Развышем Тебе Ну Я тоже Хочу Общину Такого Там Где-то Деревня Заброшенная Говорит И я хочу Так же Но я говорю Это не так просто Ты должен Цель поставить Какой целью Ты будешь Организовать Общину У нас Цель поставлена И мы Зарегистрировали Это То есть Возрождение Поселка На православных Христианских Западях И старинных Русских Благочестивых Обычаях Вот Это цель Наша Теперь должен Быть Лидер Лидер Не просто Сидеть Где-то И только Указывать Что-то А ты должен Показывать Пример И Жизнью Своим И в трудах Чтобы тогда Что-то ты сможешь Сделать Вот Мы начинали У нас Не было ни копейки Ничего Но у нас Была цель И Устав Должен быть Устав Без устава Ничего не будет У нас Было такое Там в районе Тоже один Богатый человек Вот По тем временам Очень Богатый Вот Он решил Тоже Забросить население Так же Но у него Ничего не получилось Потому что Не было у него Устава И не было цели Вот И лидер он Никакой Сам любил Выпить И Другим Уплекал Построил он Даже на свои Средства 10 домов Но все Развалилось Эти дома Развалились И там Дом построил Глушков Там у него был В этом Он потом Приехал к нам Вот и все Вся встреча Я потом только узнал Мне Калинина Кто показали Ну да Он стоял там Рядом Он стоял Но я не знал Кто он Калинин Или Малинин Это была Единственная Встреча С этим Человеком Больше никогда Не перезванивались Ни разу Он не звонил Никак Откуда они взяли Что имеет он Связь постоянную Или что Внут все это Брехуны Они уже не один раз Врали Это какая-то Интересная газета Такая А могли бы Позвонить мне Или спросить Как вы там Отец Саким Вы знаете Такого человека Какая у вас была Встреча Или что-то Нет ничего Ну что Суть подавать С ними Судиться Ставите вопрос Вначале Вначале То есть Предположительно Либо налить Грязь и клеветы Вот и все Ну ладно Это нисколько Мне это не касается Как не касается Абсолютно Никак Если по чеху Во мне газете Написали Знаете Во мне газете Написали Я известный Так что ли Там попал Пьяный студент Под этот По воску И все В газете Про меня написали Нисколько Даже Так Я вот Значит что Придется здесь Четыре Благодарственных Акафиста Таких И вот Несколько Таких Такие По 30 рублей А эти По 40 Вот Берите Все деньги Кружку спустите Кружку спустите Так На воскресную школу Скинем и занятия Куда Не хотим На воскресную Что с детьми Занятия читать Читать Тихо А там Что такое Так И вот такие Календари Календари Это календари Календарь Он стоит 100 рублей Это я покупал В монастыре Шамардина Монастырь Это недалеко От Окленной пустыни Хороший монастырь Там Там Вот Значит Кто желает Такие приобрести Пожалуйста 100 рублей Александра Михайловна Настя Настя Дайте На день Там Святой Ну а вы Братья там никому Все сестры Подожди Вы перехватываете Все Кого еще братья Николая 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 С Акафистом С Благодарственным Акафистом Галя Держи Все Все Поняли Которые блестящие Стоят 40 рублей Те 30 А эти 100 рублей Все деньги В кружку спустите Кружку туда Нет 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 Годовое собрание Спрашивает Когда будет Что Годовое собрание Годовое собрание Когда будет Ну давайте Следующий приезд Как староста Что скажет Спрашивает Когда годовое собрание Ну когда Наверное Объявишь Ну следующий приезд Через воскресенье Следующее воскресенье Будет Какое у нас Двенадцатого Какое число Двенадцатого 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 Еще один юбилей, вот здесь мне сказала Надя, двадцать лет как здесь мы молимся В этом году? Да, 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 точно, да, двадцать лет Девяносто седьмой год Конец девяносто седьмой год А в какое время это было? Это был декабрь, когда Баварин приехал А это акт о ноябрём за пятьдесят двадцать год А в начале молитвом это когда? Сокремлялись? Нет, нет, нет Нет, еще не холодно было Ну да, не холодно Снег шел, Снег шел, Баварин там отрывал Нет, нет, начали молиться перед Новым годом В декабре под... Я расскажу все Сейчас Игнатий все расскажет, успокойтесь Он все помнит Ну все, у меня все Если нет у меня каких вопросов, то все У меня глину возили Я говори, турки, четырнадцатого Декабря Васильевич, будешь меня там Котлован выкопал Потом пришлось, не давали У нас собрали Новости нет Вообще этот год наступающий будет очень такой, насыщенный Спасибо Спасибо, Христос Батюшка По традиции Сейчас читаем толкование на сегодняшнее евангельское чтение Крад, Сергий Тихо Ивангелие читает Во имя Отца и Сына и Святого Духа Евангелие от Луки, шестнадцатая глава, с девятнадцатого по двадцать второй стихи Некоторый человек был богат Одевался в порфиру, весон и каждый день пиршествовал блистательно Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача И псы, проходя, лизали ступья его Умер нищий и отнесен был ангелами на лицо Авраамова Налумер и богач, и псы, и налицо Налумер и богач, и псы, и налицо Налумер и богач, и псы, и налицо Налумер и авраамов Толкование Эта речь стоит в связи с предыдущей Поскольку выше Господь учил хорошо управлять богатством Кто справедливо присовокупляет и сию притчу Которая примером случился в богачом указывает на ту же самую мысль Речь эта Есть именно притча, а не действительное событие, как некоторые думали без основания Ибо не настало еще время неправедно наследовать благо негрешным противное А Господь придал речи образность, чтобы как немилосердных вразумить, что им предлежит будущее Так и злостраживающих научить, что они будут благополучны за то, что переносят здесь Вот здесь, даже видите, чтобы не уходил, я буду говорить Там стоит коридор Богача в притчу Господь взял без имени Поскольку он не достоин и именоваться пред Богом Как и через порока сказано Не помяну имен их устами моими Салом 15.4 А о нищем упоминает по имени Ибо имена праведных записываются в книге жизни Говорят же по преданию евреев, что в то время был в Иерусалиме некто Лазарь Находившийся в крайней бедности и болезни И что Господь о нем упомянул, взяв его в притчу как явного и известного Кто разговаривает? Варвара Варвара Она читает Она читает Богач был во всех отношениях благополучен Он одевался в порфиру и весом И не только одевался, но и всяким другим удовольствием наслаждался Пиршествовал блистательно Сказано и не то, чтоб ныне, да, а завтра нет Но каждый день И не то, чтобы умеренно, но блистательно То есть роскошно и расточительно А Лазарь был нищий и больной И притом в струпях, как сказано Ибо можно болеть, и однако что не быть в ранах А от сих увеличивалось за зло Старый малый болтан И повержен был он у ворот богатого Новая скорбь видеть, что другие с избытком наслаждаются А он томился голодом Ибо он желал насытиться не роскошными ястами, но крошками От них такими, которые питались псы Ибо никто не заботился и об извлечении Лазаря Ибо псы облизывали раны его Так, как никто не отгонял их И что же Лазарь, находясь в таком бедственном положении Хулил бога, поносил роскошную жизнь богача Осуждал бесчеловечия Роптал на промысел Нет, ничего такого он не помышлял Но переносил все с великим любомудрием Откуда это видно? Из того, что когда умер Его приняли ангелы Ибо если бы он был работник и богохульник Он не удостоился бы такой чести Сопровождения и несения ангелами Умер и богач, и похоронили его Еще при жизни богача Душа его была поистине закрыта Она носила плоть, как бы гроб Поэтому и по смерти его Он не ангелами возводится Но низводится в ад Ибо не помышлявший никогда ни о чем Высоком и небесном Достоин самого низшего места Словами похоронили его Господь намекнул на то, что душа его Получила в удел Преисподнее и мрачное место Иван говорит в Луки 16 глава С 23 по 26 стихи И в Аде Будучи в муках Он поднял глаза свои И увидел вдали Авраама И Лазаря на лоне его И возопив сказал Отче Авраам И умилосердие надо мной И пошли Лазаря Чтобы омочил конец перста Своего в воде И прохладил язык мой Ибо я мучаюсь в пламени сев Но Авраам сказал Чада Вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей А Лазарь злое Ныне же он здесь утешается А ты страдаешь И сверх всего того Между нами и вами утверждена Великая пропасть Так что хотящие перейти отсюда К вам не могут Так же и оттуда к нам Не переходят Толкование Как Адама изгнав Азрая Господь поселил перед раем Бытие 3.24 Чтобы страдания повторяющиеся При постоянном виде рая Давало Адаму яснее Чувствовать лишение блаженства Так и сего Богача судил при лицом Лазаря Чтобы видя в каком состоянии Находится теперь Лазарь Богатый чувствовал Чего он лишился Через бесчеловечие Почему же Богатый увидел Лазаря не у другого Кого из праведных Но на лоне Авраама Поскольку Авраам Был гостеприимен А Богатого нужно было Обличить в нелюбви К гостеприимству Поэтому Богатый И видит Лазаря с Авраамом Сей и мимо проходящих Приглашал в дом свой А тот презирал И лежащего внутри дома Почему Богатый Обращает просьбу свою Не к Лазарю А к Аврааму Может быть он стыдился А может быть думал Что Лазарь помнит его зло И по своим делам Заключал и о Лазаре Если я Мог он думать Наслаждаясь таким счастьем Презирал его Угнетаемого Таким несчастьем И не уделял ему даже Крошек То тем более он Презренный мной Вспомнит зло И не согласится Оказать мне милость Поэтому-то Он обращается Со своими славами К Аврааму Думая вероятно Что патриарх Не знает Как было дело Что же Авраам Он не сказал Богачу Бесчеловечный И жестокий Не стыдно ли тебе Теперь ты вспомнила Человеколюбие Но как Чадо Смотри на Сострадательную И святую душу Мудрец какой-то Говорит Смиренную Душу Не возмущай Поэтому и Авраам Говорит Чадо Давая Через сие Знать ему Что именовать Его так Милостиво Даже теперь В его Власти Но и только А что более Сего он ничего Не властен Сделать Для него Что могу То уделю тебе То есть Голос Состраданием Но чтобы Перейти Отсюда Туда Это Не в нашей Воле Ибо все Заключено Хотя Некоторые Осквернили Себя Злодеяниями Хотя Дошли До Крайней Степени Злобы Но Когда Нибудь Сделали Они Одно Или Два Добрых Дела Поэтому И богач Имел Какие Нибудь Добрые Дела И так Как Он В благоденстве Здешний Получил Воздаяние То и Говорится Что он Получил Доброе Своё А Лазарь Злое Может Быть И он Совершил Одно Или Два Злых Дела И скорби Которую Здесь Претерпел Получил За них Должное Воздаяние Поэтому Он Утешается А ты Страждешь Пропасть Означается Расстояние И различие Между Праведными И грешниками Ибо Как Произволения Их Были Различны Так И обители Их Имеют Большую Разность Когда Каждый Получает Воздаяние Соответственно Произволению И Жизни Приметь Здесь И возражения Против Оригенистов Они Говорят Что Придет Время Когда Муки Окончатся И грешники Соединятся С праведниками И с Богом И таким Образом Бог Будет Все во Все Но Но Вот Мы Слышим Авраам Говорит Что Хотящие Перейти Отсюда К вам Или туда К нам Не могут Сего Сделать Поэтому Как Из Участи Праведников Невозможно Кому Нибудь Привести Перейти Вместо Грешников Так Невозможно Учит нас Авраам Перейти Из места Мучения Вместо Праведников И Авраам Без сомнения Более Достоин Веры Чем Оригин Что Такое Ад Одни Говорят Что Ад Есть Подземное Мрачное Место А другие Называли Адом Переход Души Из Наглядного В невидимое И безвидное Состояние Ибо Доколе Душа Находится В теле Она Обнаруживается Собственными Действиями О А По Разлучении С телом Она Становится Невидимой Это И Называется Адом Лоном Авраамовым Называют Совокупность Тех Благ Какие Предлежат Праведникам По входе Их От Бури В небесные Пристани Поскольку И в море Заливами Лоном Мы Обыкновенно Называем Места Удобные Для Пристани И Успокоения Обрати Внимание И на то Что День Тот Обидчик Увидит В какой Славе Будет Обиженный Им А сей В свою очередь Увидит В каком Осуждении Будет Обидчик Подобно Подобно Как Здесь Богатый Увидел Лазаря А сей Опять Богатого Евангелие Луки 16 Глава 27 31 Стихи Тогда Сказал Он Прошу Тебя Отче Пошли В дом Отца Моего Ибо У меня Пять Братьев Пусть Он Засвидетельствует Им Чтобы Они Не Пришли В Это Место Мучения Авраам Сказал Ему У Них Есть Моисей Пророки Пусть Слушают Их Он Сказал Нет Отче Авраам Но Если Кто Из Мертвых Придет К ним Покается Тогда Авраам Сказал Если Моисея И Пророков Не Слушают То Если Бы Кто И Из Мертвых Воскрес Не Поверят Толкование Несчастный Богач Не Получив Облегчения Своей Участи Прилагает Просьба О Других Смотри Как Он Через Наказание Пришел К Сочувствию Другим И Тогда Как Прежде Презирал Лазаря У ног Его Лежащего Теперь Заботится О Других Которые Не Находятся При Нем И Умоляет Послать В дом Отца Своего Лазаря Из Мертвых Не Просто К Кого Нибудь Из Мертвых Но Лазаря Чтобы Видевшие Его Прежде Больным И Бесчестным Увидели Теперь Увенчанным Славой И Здоровым И Бывшие Свидетелями Его Божества Сами Сделали Созерцателями Его Славы Ибо Очевидно Он Имел Боявиться Им Во славе Если Бо Нужно Быть Ему Проповедником Достойным Вероятей Что Сказал Авраам У Них Есть Моисей Ты Говорит Не Так Печешься О братьях Как Бог Творец И Он Представил К ним Бесчисленных Наставников А Богач Говорит Нет Отче Ибо Как Сам Слыша Писание Не Верил И Слова И Считал Баснями Так Предполагал И О братьях Своих И Судя По Себе Говорит Что Они Писаний Не Послушают Как Сам Но Если Кто Воскреснет Из Мертвых Поверят Есть И Ныне Подобные Люди Которые Говорят Кто Видел Что Делается Вадик Кто Пришел Оттуда И Возвестил Нам Пусть Они Послушают Авраама Который Говорит Что Если Мы Не Слушаем Писаний То Не Поверим И Тем Кто Пришел Бы К Нам Из Ада Это Очевидно Из Примеров Из Примера Иудеев Они Так Как Не Слушали Писаний Не Поверили И Тогда Когда Видели Мертвых Воскресшими Даже Помышляли И Убить Лазаря Евангелие От Иоанна 12.10 Равным Образом И после Того Как При Распятии Господа Воскресли Многие Усопшие Матфея 27.52 Иудеи Дышали На апостолов Еще Большим Убийством Притом Если Б Это Воскресение Мертвых Было Полезно Для Нашей Веры Господь Творил Б Оное Часто Но Ныне Ничто Так Не Полезно Как Тщательное Исследование Писаний Иоанн 5.39 Воскрешать Мертвых Хотя Призвочно Умудрился Быть Дьявол И Поэтому Вел Бы Неразумных Заблуждения Все Между Ними Учения Об Аде Достойной Своей Злобы А При Здравом Нашем Исследовании Писаний Дьявол Не Может Ничего Такого Выдумать Ибо Они Писания Суть Светильник И Свет 2 Петра 1.19 При сиянии Которого Вор Обнаруживается И Открывается Итак Нужно Писанием Веровать А не Требовать Воскрешения Мертвых Можно Понимать Причу Сию И в Переносном Смысле Например Так Что Лицом Богача Обозначается Народ Еврейский Он Прежде Был Именно Богат Обогащен Всяким Знанием И Мудростью И Речениями Божьими Которые Честнее Злато И камень И многоценных Прича 3.14-15 Он Одевался В Порфиру И Весон Имея Царство И Священство И сам Будучи Царским Священством Богу Исход 19.6 Порфира Замекает На Царство А Весон На Священство Ибо Левиты При Священодействиях Употребляли Облачение Из Весона Он И Веселился На Все Дни Блистательно Ибо Всякий День Утром И Вечером Приносил Жертвы Которые Носили И название Бесконечности То есть Непрерывности Лазарем Были Язычники Народ Бедный Божественными Дарованиями Мудростью И Лежавший Ворот Ибо Язычникам Не позволено Было Входить В дом Божий Вход Их Туда Считался Осквернением Как видно Из книги Деяний Осийские Иудеи С возмущением Кричали На Павла Что Ввел Язычников В храм И Осквернил Святое Место Деяния 21.27.28 Язычники Избраны Были Зловонными Язычники Изранены Были Зловонными Грехами И своими Ранами Питали Бесстыдных Псов Бесов Ибо Язвы Наши Духовные Для них Удовольствие Язычники Желали Питаться Крошками Падающими От стола Богача Ибо Они Не имели Никакого Участия В хлебе Укрепляющем Сердце Псалом 103.15 И Нуждались В пище Тончайшей Немногой И разумной Как жена Хананейская Будучи Язычницей Желает Напитаться Крошками Народ Еврейский Умер Для Богача И кости Его Омертвели Так как Не делал Никакого Движения К добру А Лазарь То есть Народ Языческий Умер Для Греха Иудеи Умершие В грехах Своих Сожигаются Пламенем Зависти Ревнуя Как Говорит Апостол О том Что Язычники Приняты В веру В римлянам 11 А язычники Прежде Бедный И бесславный Народ По справедливости Живут В недрах Авраама Отца Язычника Авраам Быв Язычником Уверовал В Бога И от служения Идолам Перешел К богопознанию Поэтому И те Кои стали Участниками В его Обращении И вере Справедливо Покоятся В его Недрах Наследовав Такую же Как Иглон Участь Обители И Восприятие Благ Иудейский Народ Желает Хотя Одной Капли От прежних Законных Отраплений Очищений Чтобы Язык Его Прохладился И мог Смело Что-нибудь Сказать Против Нас В пользу Силы Закона Но Не Получаюсь Ибо Закон Только До Иоанна Матфея 11 13 Жертвы И Приношения Ты не Восхотел Псалом 39 7 И Даниил Предвозвестил Запечатаны Были Видения И пророк И помазан Был Святой Святых Даниила 9 24 24 То есть Прекратились И Заключились Восхотел 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 А я Всех Предупредить Не Звоните Пожалуйста Наде Пальгоеву Потому Что Все Начали Звонить Все Интересоваться А у Ней Так Болит Сильно Это Плечо Разбито И Ночь Не Спит И Днем Вот Маленько Как-то Это Ну Не Звоните Она Очень Просила Всех Дупредить Да Гипс Очень Перелом Плечевой Кости Гипс Кошмар Ну Вот А Остальные Все В таком же Состоянии И Уши Большие Гадат Жене Геннад Технич Вам Виктора Позовите В коридоре Стоит Витик Виктор Виктор Куда зовет Вас Начинайте Я хочу При всех наших Братьев И сестрах Поблагодарить Виктора Он ездит Далеко Вызывает Где-то Чтобы Обмолились Он Оставил Здесь След Очень И Очень Хороший Вот Что У меня Работа В Интернете Это Все Он Ведет Сейчас И Кроме Того На Лето Сделал Нарушку И Что Получилось У нас Вчера Мы Вечером После Брани После Богослужения Сидим Что-то Я Копался А в Это Время Звонок А кто Это Может Прийти Все Заперто Ворота Завязаны Сразу Раз Нарушку Так Включил А Она Может Записываться Можно Узнать У Дверей Стоит Человек Но Так Близко Только Видно Шапку Я Говорю У нас Шапки Ни у кого Такой Нет Это В темноте И Прибор Освещает Это Такое Чудо Виктор Сделал Спасибо Христос Это Даже Невозможно Нам Выходить Не надо Раньше Звонок Мы Бежим Стой Долго Человек Стоит Снимаем Наконец Он Отступает До Двери Так Звонок Был Только Батюшка Не Вышел Здесь Он Или Нет Нельзя Выходить Ни Под Каким Видом У Меня Был Хороший Знакомый Один Яковлев Геннадий Михайлович Ставший Иеромонахом Григорием Одному Кришнаиту Как он Себя Называл Ну Сказал Там Слово Тот Натащил Электрод Где-то В три часа С половиной Пришел И Он Открыл Я Говорил Синогена А ладно Ты все боишься Я боюсь И я живой Не боится Только Дурак Это Отвечает Герой Советского Союза Как Покрышки Не боится Только Дурак И поэтому Его нет Уже На земле А именно Знать Как укрыться Когда выступить Где сказать Чтобы на других Ужасно вести Чтобы при одном Имени Покрышкина Всем была Крышка Прятались Мы Сидим Смотрим И Володя Снимает Все заснято Будет Даже ролик Наконец Он отшатнулся И пошел В другую сторону А зачем же Он звонил Когда пошел В другую сторону Ну Какие варианты У вас в голове Идут А дело в том Что Господь Говорит Явился Или В тихом Веянии Ветра У меня Днем Было Предупреждение Перед самым Или после Богослужения Мне один Скинул Одну фотографию И как раз Того человека Который Там стоит Этот человек Ничего О нас Не знает Что мы Здесь сидим Но он Его фотографию Скинул Я не обратил Внимание Фотографии Этой фотографии Хорошо знакомы Наконец Он идет И видно Он поворачивает К соседям Витбор А там Приходят Все пьяницы Пьют Зачем он Туда зашел К нам Стучиться Я говорю Теперь он должен Где-то Видимо Соображает С улицы Видно его А тут фонарь Висит А там Везде темно Что если Через забор Полезет Его увидят Я говорю Он сейчас Где-то здесь Полезет Через забор Он так и есть Через забор Перескочил А аппарат Смотрит На разных местах По-разному Столько аппаратов Я тогда Крупным планом Сразу Его видно Там шевельнули Самые ветки Что Его сразу Видно стало И он идет Идет Теперь Третий аппарат На него Как он идет Там теряется След Следующим Его видать Уже Это же не человек Головой-то не крутит Подходит К дому нашего Вот где у меня Там лук растет Где воробьев Кормлю И я говорю Сейчас должен постучать Он не постучал И пошел дальше Отсюда вывод Он знает Надежда Васильевна У нас свет горит И у ней Почему он к ней пошел Тут уже Напрашивается Что Он Напрямую Со мной Не хочет встречаться Понимаете Что ли Открывается Его долго нету Я потом спрошу Надежду Васильевну В окно стущал Не стучал Я не слышу Надевать не зашли Сейчас Стущал Нет В окно Стущал В окно Вчера Или нет Звонок Нет У меня же звонок Он звонок дал Значит В окно не постучал Теперь он идет дальше И мы снова его видим Проходит под лестницей Заворачивает И к нам не идет На крыльцо Оттуда И там Только бы не открыла Только бы не открыла Почему Отдельный вопрос Сегодня о женщине будет Дальше о чем говорили Открылась Терахва Тоже это не случайно Женщине Если мы внимательно слушаем Мы поймем Здесь заложено что-то И он звонит И стоит Звонит И стоит Никто не открывает Только бы не открыла Она не открывает Дальше что Ты вышла Какой разговор был Передай Ну я тебе сразу позвонила Я не об этом спрашиваю Что он тебе говорил Или ты что спросила Он говорит Я не успел на службу Потому что пешком шел И весь промок до нитки Замерз Невозможно И говорит Не успел на службу У меня денег не было Чтобы приехать на автобус Я пешком шел И вот в этот дождь Когда дождь был Он шел Но говорит Я говорю Мне запрещено Открывать Кому бы то ни было Он говорит Но у меня денег На автобус нет Я говорю Ты постучи Игнатию В окно Постучи Чтобы он открыл Если откроет Значит Поговоришь с ним Что он решит Потом я тебе Звоню по телефону Там говорю Василий стучит Он промок до нитки И Денег нет Чтобы на автобусе уехать Пусть батюшка Говорю Пустит его Здесь Может переночует А ты говоришь Не смей Не смей Открывать Ну не смей Не смей И все Не смей У двери стоит Змея Все Больше не надо Ни слова Я говорю Володя Выйди 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 И через дверь Переговори с ним Так Что он тебе говорил Ну то же самое Что на Ежи Васильев Тоже Пешком Материал Материал Черепанов 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 Постели Зачем Только батюшка Не открыл Он в алтаре был Не слышал Я батюшке три раза Звонил Он не взял телефон Ни под каким видом Никогда не открывайте Я вам называю Только один пример Он сразу Когда Шкришнаит Ударил Как открыл дверь Ударил Прямо в сердце Пирощинным ножом Отрезал голову ему Вошел в алтарь На престол Бросил голову его Обнес сначала вокруг Кровь капала Показывала Вот что значит Не открывай Один находишься Вы никому не открывайте А то Что? Открыла Ой, а я думала Не надо думать Не открывай Ни своим Ни чужим Пока не увидишь Или окно Или по телефону Еще и Момент не один Вот так Второе Пока батюшка здесь У меня вопрос Потому что это не мое Касается там Игорь Кто мне вчера дал За мясо Игоря Деньги Виктор Андреевич Сегодня отдал Я вчера отдал Даня отдавала Так, подожди Ну как Даня Вчера 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 Кто передавали ему? Извините Я думала Так Кудрявцева Кудрявцева Сколько ты передала? Подписано Семь У меня там все написано Вот написано Так, еще кто передал Игорь У Нагаева две тысячи А Аня Еще там Ты сколько передал? Вчера 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 Ты скажешь Чтобы Наташа Вчера 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 Касается нас Ну одна минута Это две Сколько Еще это не значит Если не нуждаются общими То вообще Тогда непонятно Что У Нагаева У Нагаева две Двести пятьдесят И плюс Еще две Двести пятьдесят Игорь Понимаешь Как это? Плюс две Завтра же привезу вам Раньше Не то И не Кому они От руки Выпьют Мне? Не хватало Так Я продолжаю дальше Не вовремя Это вкладыш Потом бы Можно отдельно С этим С мясом Тут Сатана Из людей Мясо делает Метелит Все Дальше Батюшка Сейчас я одно дело Каснусь Сегодня было считано В жития святых С переданутами Тримефунска Очень почитаемого Православных Был друг Епископ Трифилий И он однажды Говорит И говорит Видимо на память И сказал Возьми водор твой А он говорит Возьми постель твою И он сразу Вышел Епископ Поднялся Тримефунский Спиридон И вышел Не стал слушать Он когда вышел А что ты вышел А что ты говоришь Ты что умнее Духа святого Написано Так-то А ты слово Ставил не то Батюшка сегодня Говорит Все молчат Никто и не замечает И он палец обмакнул Провел по губам Где ты нашел по губам Там этого слова нету Я не стал выходить только Он говорит Коснись языка моего И на слово язык Целые проповеди Святые отцы дают А по губам Ни одного нету Да чего это Что я Стильно развитый Или крутой Не боюсь Слово Божье исказить Это сегодня читалось И ни один Никто Даже в мыслях Не допустил Что считается неправильно Я был отца Кирилла Сахарова Вижу на стене У него много Выдержан Священного Писания И нашел сразу Пять ошибок Я ему сказал Он тут же вышел Не обиделся Как у нас Священники обижаются Он вышел и сказал Вот посмотрите Вы считали Сколько лет Уже пять лет Висит И никто не сказал Об ошибках И ошибки Значительные То место Писания Не то указано То Совершенно не то Слово стоит И ни один из вас А там большой приход Москва Рядом с Храмом Христа Спасителя Почему должны были Отсюда приехать И указать нам Вот наша любовь А тут обида Одно только слово Сказал Сразу нас начинает Отец Кирилл Запомните Сахаров Это образец того Когда обличишь Я в одном месте написал Мне непонятно Отец Кирилл Ты или Действительно веришь Что это необходимо Вот ездить По кладбищам И прочее Или тебя масоны наняли Чтобы ты на этом Сухом крыжовником поле В Берсеневке Крутил людей Он тут же выставил В книге Как я ему сказал Вот мне что сказали Понимаете Вот так должно делать Вот здесь книга есть Для слова Божия Нет уст Мне говорили А зачем вы все отрицательно Что о вас говорили Никто бы не знал Я же выписал и сделал Я говорю Я уважаю своих считателей И поэтому на ваше рассмотрение Там все написано Как меня обзывали Как говорили Все Московский комсомолец Вот Попутно теперь скажу Об этом богаче Слушайте Тихо Умейте Не разговаривать Это постоянно нарушение у вас идет Дальше я еще скажу Вы не будете знать А это можешь выйти поговорить В коридоре-то разговаривают А они Обыденном Разговаривают Об обыденном А то что услышать не знают Услышать надо Это-то притча 16 глава Евангелия Зуки Против православных И чтобы в ней Ничего не изменять Оставить их так Православие прошатнется Поэтому начали добавлять К ней Уже не одно слово А сто слов На место одного там А это тогда было сказано Сейчас вот так Он говорит Пошли Значит Аврааме Что Сказать То есть воскресшие Это фактически На той стороне Обращается к святому Не поможет Если бы даже не поможет А сверх того То есть Даже допустим Ты на меня надеешься Я молюсь Николычу Дотворюс Поиси Великий Уартом Которым Больше всего Православные молятся Чтобы из ада вывести Чистилище католическое Сверх того Между нами и вами Великая пропасть Даже если мы будем Всех одотайствовать Это ни грамма не поможет В этой притче Уже заложено Сверх того Что там есть Ты можешь Не Авраама поставить А рядом Исаака И Иакова Златоуста И всех Никто не поможет А почему Без покаяния нет Прощения А за гробом Нет покаяния Его похоронили А дома его Братишки пятые Еще живут Пусть придет Он говорит У них есть что Законы и пророки Есть в Библии Бери и считай С толкованием Святых Отцов Ходи на занятия У нас идут занятия Сергей Павлович ведет Три раза в неделю По скайпу Есть люди с Австралии С Америки Откуда только не приходят А свои сидят Молчат Три раза в неделю И сегодня будет По местному В шесть часов Живой еще Сергей Павлович Это никто сегодня Не поведет И можете там Что-то сказать Если есть что сказать Откуда это мнение Такое Что можно изменить Участь Людям нравится Как говорит Осипов Обольститель Он говорит Слова Которые Совершенно Не по Писанию И где он говорил Там это Диски выпустили Монахи Там Машинами Все это закупали И показано Как жгут Стоят И Специально была Комиссия И по всем пунктам Его не одобрила Сказала Он не прав Комиссия не пошла На том Но все осталось На том же Сколько людей Перепортил За это время 80 с лишним Уже наверное лет Человеку Бритый в галстуке Масонском сидит Неужели вы не видите Профессор Столько лет Сколько лет При советской власти Там в семинарии Нельзя было поступить А это профессор На 10 раз Прокрученный Проверченный Ни одного слова Не скажет Как должно Чтобы в страхе Божием Вот Маленький Пример Вчера когда Мне забросили Один материал О миссии Что такое миссия И как раз Вася Крестится Другой нет Фотографии Как будто бы Сколько было фотографий Ни одной не взяли И я понял Это намек Я не обратил внимания Почему он Я же не знал Что ночью придет Тут будут листья Разберись Зачем он приходил Что он хотел Денег нет Ну сюда пришел До нитки промок Такого дождя Вчера и не было До нитки промокать Ну Все это выдумка Еще написано Верующий в Сына Божий Меджин Жизнь вечную А неверующий Не увидит жизни Не увидит И написано Что Ему как-то Нет Но гнев Божий Пребывает Вчера пребывает Сегодня Завтра в вечности Гнев Божий Пребывает на нем Читайте Евангелия Тяна 3.36 Зачем вы думаете дальше А вы молите Из-за умерших Молюсь Из-за отца За мать За есть православный Люд А почему Чувство любви Не прекращается Мы знаем Человек не умер Я каждый раз Добавляю Господи Если я не погрешил Здесь Облегчу их Участь Вошение или нет Праведнику Наши молитвы не нужно Он в район Видит все И о нас молится А этим людям Которые ничего не знают А в церкви Сразу всех Афганистане Которые были Воевали Убивали Насиловали За всех молятся Всегда Умер генеральный секретарь Компартии Брежнев И в церкви В Покровском соборе Молились Хор пел Говорят Да он же был коммунист Жена его попросила Жена Виктория Везде разослали по храму Это Официально Было То есть Игра кончилась А что теперь И вот Несколько моментов Хотел только сказать Сегодня коснулось 20 лет Там написано 13 декабря 20 лет назад Было первое Богослужение вечером А 14 Первая литургия И у нас попадает 17 воскресенье Запомните Воскресенье мы отметим Приготовьте как На торжество Обед тут принесите Придите И вспомните Что нам Бог дал В этом месте Что Вот Что Дом как передают Видите Мэр города Баварина Баварин это не простой мэр Он входил в десятку Лучших мер всей России А это Не два человека И сюда он приезжал Несколько раз И мы тут сфотографировались Там по рукам ударили Даже поцеловались И этот дом Он помогал Он Когда там все запутали Я сразу позвонил Вышел в краевую прокуратуру Пороскун сразу позвонил Сюда Теперь Звонок туда Тут много людей Было задействовано Был такой Тэм Юрист Известный Он Ректор Юридического факультета И он сказал Правда Шепчук Шепчук Ольга Николаевна Сказала Он верующий был Крестил ребенка У Золотухина И правда фотографию показали Где-то Я сразу о нем Помолился Я никогда не хожу На похороны А тут пошел В дворец Спорта Где он там лежал Я сходил И сколько там Все щакали А фотографии только там Где я проходил Одна фотография В газете Показалась Почему они так То ли необычность Это было Вот это помним Поэтому Ты получил доброе Твое в жизни Поэтому злое Это лишение Родился Ничего нет Парализованный Это все Бог учитывает Как тут был Ванюшка Голчатиков Иван Андреевич В храме слепой Молился Все поклоны делал Он отошел Он в жизни Злое имел Он был очень добр Я у него печку делал дома Знаю его И кто Как им пользовались Это другой вопрос Значит 17 декабря 20-летие Мне уже на 20-летие Следующее не прийти Это должно быть 97 лет Ясное дело Что без меня будете На один наказ Ничего не меняйте Без совета Сорковным советом Ничего не переменять У нас все сделано Как надо Дальше По московскому комсомольцу Вы видите Как они там Вопрос Следы ведут сюда Радикальные Дальше А там говорят То есть Это дворкинская Учеба Говорите так Чтобы в суд Их не поволокли Я же с ними судился И они Как говорится Проиграли полностью Два процесса Их Суд вынес решение Опубликовать Опровержение Что они меня 47 раз Только в одной статье Оболгали И заплатить Они опять Уперлись Тогда я Главное Это у них Центральное управление В Москве Написал прокурору Москвы Прокурор Сразу им на стол Бумагу Конфисковывает Помещение Где они занимаются Аппаратуру Все Пока не рассчитайте Они мгновенно Все сделали На следующий день Это все по дому Дальше Вот Господь слышит Даже То что ты не молишься Меня В мировой истории Интересует Ни Суворов Ни Кутузов Ни Сталин Только Гитлер Единственный человек Который Из такой разрухи Не предскажешь Такого унижения Страна не терпела Версальский договор На 70 лет вперед Они совершали Кусок Который стоил Допустим Пол рубля Дальше уже Они платили за него 5 миллиардов Инфляция такая была Несколько раз больше Чем в России И как он Принимал честь Почесть И все Но когда наступило В обратном порядке Движение Это Сталинград И Курская дуга Вот с этого момента Меня все интересует Было ли у него раскаяние Были ли подвижки Чтобы признать вину Что он натворил Что он сделал Понадеявшись на свой ум Я все время Смотрел разные ролики Его секретарь Выступает Юнга Она девушкой поступила У него личный секретарь И ей он диктовал Завещание В ту ночь Когда должен покончить Жить самоубийством И она говорит Я ждала Ну хоть слово Покаяния Ни слова не сказал Я вижу Он ушел Беспокаянный Но вот это Когда началось Оступление Он говорит Постарел лет на 20 Сразу Вот этот момент Что у него было Меня интересует Внутреннее переживание Этого человека Трогал его Господь или нет Не то что я там Люблю его Правителей Таких больше не было Не было И не будет Когда судили генералов А генералы Пельмаршалы На весь мир известные Лучшие полководцы И говорят Почему мы подчинялись Уже судят их И один из генералов Говорит Он разбирался В военном деле Как ни один из наших Генералитетных штатов Он предвидел У него Я считаю Сатана ему подсказывал Где будет прорыв Не могли Ни шпионы Ни разведчики Ничего найти Он точно говорил Ткнул пальцем Говорит Мы стали строить Именно там Никто не ожидал Вот как он Францию за две недели Завоевал Все прочее То есть Он все время говорил Проведение Проведение То есть Проведение Он не о Боге говорил Приехал тут немец Были мы Павел Эдуардович Он местный И он говорит Вы видели Что на бляхе написано Я говорю Гот Метунс С нами Бог А какой Бог Да нет Бог это Гитлер Они верили в Бога Новая религия Гот Метунс Это не о Боге Речь идет И вдруг я нашел Материалы Где выступают люди Которые совершенно Беспристрастно И лицеприятно Судят историю Не судят А говорят И мало того Православные Крестятся Три историка Кирилл Александров И там еще Два Герасчук Я назову вам ролики Посмотрите Не пожалеете Я впервые В интернете Такое нашел Называется Вторая мировая война Таких много роликов А дальше День за днем Запомни И они вот Как Красное колесо Александра Исаевна Солженица Вот в этот день Ну там художественные добавки Здесь нет ничего художественного Вот в этот день Востолько-то Царь Николаев Встал С его деника берут Цариса делала То-то Красное колесо То есть по порядку Кириллский в это время Там был-то То-то там был А Распутин тут То есть И на каждый день И здесь точно так же Что на японском Там плацдарме было Что на Филиппинах Что Черчилль говорил Что Рузвель Что Сталин И если называют Он Какого-то там Деголя Его биография Сразу показывается Показывается Лучший маршал Военного асты Гитлера И их биографии Фотографии И какой матери И одни идут Кадры только Как Военные Художественного Кадра нету Никогда Нигде я не видел Такого И прямо говорят Этот тиран Сталин Что он делал здесь Сколько погибло Открыто Все Он говорит Как будто Моих книг Говорится Считал это Или Солженицына Взял На них Нападки есть Запомните День за нем Серии короткие По 26 минут 95 серий Я 65 Уже просмотрел Почему Вот здесь Ставят все Что люди Отступили от Бога Говорит Как храмы Открывали Какая причина была Гитлер это знал Где он появлялся Все храмы Открывались сразу Знали Как привлечь людей Я Нашел О чем Воздыхал С тех Спрашивал Есть ли такое Чтобы поставили Все на место Не так Сталин хороший Гитлер плохой Нет Прямо Показывает Два тирана Он показывает И положительно Отзывается О положительном Отрицательном Об отрицательных Явлениях Еще одна Новость Православная Церковь Московский Патриархат Решили Издать Новый Катехизис Вы слышали Я не слышал Но мне Скинули Материал 2 Ноября Этого года А там Написано Все поправки Какие хотите Советы Дать Принимается Только до 1 ноября У них Вчера Кончилось А мне Сегодня Прислали Я начал Смотреть Сразу Нашел Что нужно Немедленно Им сказать А как Говорить Прием Кончился Дверь Закрылась И в это время Мне постучали И говорят Я посмотрел Перевел Вор Давай смотреть Немного Начал смотреть Я на первых Строчках Сразу Показал Несколько раз Там Было Написано Так Катехизис Там Митрополита Филарет Это уже Сотни лет И где Они что меняют Интересно Говорит Богословская Комиссия Назначены Там Доктора Богословия Профессора Все Что смотреть Когда готовы Кофизиста Исказить Это Я только Посмотрел И ничего По Евангелию Не сверяется Но назвали Богословская Видимо Кто-то подсказал Назовите И библейская Библейская Богословская Через Дефис Тоже Не встретишь Нигде Это Чья-то рука Прям видно Что по Библии И глава от стиха Через двоеточие Это тоже Можно сказать Интересно И вот я посмотрел Что Священники В алтаре Прищищаются Раздельно Отдельно Хлеб И отдельно Вино То есть Отдельно Тело Отдельно Кровь Если Маленькие дети То им дается Только кровь Если Мы То дается Только вместе Почему Было не Подставить Христос Установил И не показал Маленьким Так Большим Так Священникам Отдельно Вы зачем Отделяетесь Слово Миряне Исключить его Нет Миряне Это безбожники Дружба с миром И свражда против Бога Христиане Мирянами Слово Божие Нигде Никого не называют Это разделение Искусственное Я бы им подсказал Уберите Из катехизиса Начните Отгребаться От того Что вы натворили В Библии Миряне Что значит Слово Миряне В миру Живут люди Как их назвать Миряне Христиане И стали Называться Христиане Написано На Библию Говорит На Библию Почти не ссылаются А потом Сплошным потоком Идет Глядишь Там не к месту Тут не к месту Я говорю Для того Чтобы помолились Об этом Потому что Еще только проект Но они Уже заранее сказали Очень трудно Копируется Необычный Какой-то текст Я скопирую Всегда увеличу И начинаю работать Здесь кое-как Скопировал Через нас Разные Новые варианты И они Сказали Ни частями Ни целиком Не публиковать Это никому Мы не разрешаем Это тоже положительно То есть Они Допускают Что допустили Там то Что потом Придется выбирать Я вам сказал Будете помнить Будете молиться Запишите себе О катехизисе Потому что Не зная Библию Люди живут катехизисом Так Пишут О миссионерских отделах Стали открывать Курсы В семинариях В академиях Миссиологические Популитеты Это вообще Я начал считать Через каждую строчку Вопреки писания Там слова Паредигмы Там это все Еще нет И наконец Мне скинули материал Прямо кинули мне Почитайте что пишет Это Мариастов Александр Сергеевич Этот материал скинул Я ее прочитал Там какой-то Сидоренко И о романах Игнатий И вот он Где говорит Ну Как будто бы Никогда в руках Библии не держал Все это наворачивает Наворачивает А вот Сектанты Протестанты Они так Так они правильно делают Нет Надо создать Людей Чтобы был Формировался 70 апостолов Подвое И Бог открывает Сердца людей Они этого не знают Самое злодное Фальшивое Хитрое Все сегодня туда сползает Я вчера Уже ночью сидел Смотрел И смотрю Это то ли Нарочно подстава Такая идет Нельзя же так Совершенно Вопреки писанию И все это Наворачивает в словах Которых ни одного слова нет Я беру Пять слов Предложений Ни одного библийского слова нет Как будто этого не хватает А язык библии Очень богатый Будьте внимательны Патриарх Когда-то сказал Я не знаю Теперь Насколько это Тогда он был Митрополитом Кирилл Гундяев Открыли храмы Они были полные И священники Думали Так всегда и будет Не всегда Опустили храмы Выходите на улицы Перекрестя Дорог И меняйте Форму Подхода к человеку Надо менять Как говорится Переформатировать Сознание народа Он сказал Ну пусть будет так Им они еще не сделать Уже сегодня Они криком кричат Храмы-то пустые Большие Платить много надо Электроэнергия Тепло А ничего в них нет Сегодня сказали О революции немного Вот у нас в этих фильмах Которые я сейчас смотрю Документальные День за днем Вторая мировая война Там об этом говорит Но до конца Он не знает Листа писания не приводит Согрешали Те которые первые Четыре с половиной миллиона Это комсомольцы Это почти все Сто процентов Комсомольцы Это те которые Раскулачивали Которые храмы крушили Ломали все Это они идут Мы говорим Ой Тухачевский Такой маршал его А он газом Травил в Тамбове Крестьян в лесах И наконец Эта щума Пришла на них Это хорошо Солженицы показывают Поэтому И революция И все остальное На месте Семикратно в день Проставляет за суды Твои Это суды его Вы ежедневно Научитесь благодарить Бога Что Израиль Сирия Россия Украина Война идет А мы ложимся И спим И вот когда Посмотришь кадры Знаете Я сижу за столом У меня аж голова кружится Кадры Военные Солдаты идут Он сапог Остался в грязи Вытаскивают В грязи Снег падает Замерзшее И они никуда Не могут уйти Это вам Вообще нельзя Ты вспомни о них Сбросили По указанию Жукова Показывают Десять тысяч Парашютистов И половина Упали В холодную воду Днепра Ни один не вышел В ночное время Даже Сталин И то сказал Вы что делаете Это Потому что не видно Куда бросали А остальные Пали там где-то Прям на позиции Врага И прочее А люди Ну что я знаю На учили Два раза прыгнули Пошли Погибли все Это все Показано Вот количество Танков Всего И как было И почему И на заводе Все Снимки Не снимки Движутся Все Киносъемка идет Это порождает Внутри чувство Благоговения Перед тем Что нам Бог Дал сегодня Вот такое Мирное время Так Если я что-то Кого-то попрошу Ему не понравится Обижаться не будете? У меня есть К одному человеку Здесь просьба Я говорил ему Он меня не слушает Всем попросить его Походатайствовать За моей просьбой Чтобы вы это Пошли И ради этого человека Чтобы он остался жив Жизнь стоит За этим вопросом А он делает По-своему Заинтриговал, да? Рядом с тобой Сидит человек Ты с ней Первый поговоришь И с тобой рядом Болезни все Почти начинаются От нервной системы Второе Что необходимо Чистая пища Чистый воздух Воздух нужен чистый? А воздуха-то там и нету Почти в комнате Держат десяток кошек И прочее И человек задыхается И страшно болеет Послушай меня, дорогая сестра На один день Оставь кого-то из братьев И удали их Они не нужны в квартире Я держу Я не кошатник Они у меня ходят в погреб Полный И все время Они у меня вахтовым методом Голуби, пшеницу То другое И потерявки Две голуби от нее И здесь Воздух должен быть чистый Там зайдешь Нечем дышать И вы болеете У вас отравленная кровь Ко мне перейди Надя К Надежде Васильевне А там разберутся Я попрошусь сегодня Еще раз к ней обратиться Она только-только Из болезни вышла Наша добрая Хорошая сестра Я тебя просил Об этом Умоляю Я знаю, что такое Держать в комнате Собак, кошек У меня сейчас только Три кошки Но они Но одна у Надя Здесь другая Я прошу вас Помогите И не будьте безразличны Сестра Надежда Александровна Она сделала Замещание по полке Она крышла Я это распространял дальше Теперь Роман Хочет привезти Большую машину на продажу Я что убрал Развернул И в двух местах Еще расширил Территорию То есть на четыре машины Теперь могу на семь машин Больше еще принять Сюда Она один раз сказала Я сказал Приходи Твоя идея Тебе делать Она делала Я заснял Будет ролик Но я расширил дальше Будьте внимательны Я говорю Сохрани Бог для обиды Или чего-то Потому что Мои слова оказались Бессильные Это необходимо Без этого никак Они не нужны В первую очередь Они не нужны И вот мне вчера С Бонни Два раза Кубайка на Галина Два раза Она мне с Бонни До этого звонила Вернула вот которые книги Я по голосу По всему вижу Она Потеплела По хорошему Я звоню Говорит Миша Я даже подумал Знаете Есть такое слово У русских На раскоряку Это вот так вот Стоять так вот А тут коряковцы А фамилия-то может отсюда На раскоряку Вот И она Звонила Говорить не может С братом сидят Видим выпивают А мы чай пьем Брат говорит И она поехала Дышать нечем К нему подойти нельзя В туалете Там у него Кот И уходит И диван перемощенный Весь такой Бомж Бомжом Говорит Где он есть И ничего не слышит А мне это нравится Только пробормотал Он из больницы вышел Не оставляйте его 365 дней в году Я 365 дней молюсь о нем Но пока в просьбе отказать Отказать Хотя кое-кто появляется рядом Я их вместе веду Чтобы Бог избавил И как будто бы Бог уже слышит молитву Поняла Я никого не называю Я повторяю Ни одного дня Моей же Как познакомиться Нету Чтобы этих людей Я не нес На руках своих И ночью о них вспоминаю Значит К Мише Он столько сделал Он добрый Он такой Работящий И 4 месяца на работе Оказывается нету Оттуда позвонили То есть Если только Он не умер ночью Он как-то этим делом занимался Речь идет о пьянстве Я ему сказал Я знаю Простое лекарство Дешевое В доме Оставляй кого-то Сестра Татьяна Мама была живая У него Раиса Переходи ко мне жить Вместе вставать Вместе молиться Он через неделю пошел Совершенно обновленный Мне не хочется не пить Ничего И полгода держался Я выезжал Ну сейчас Надо отмыть Сначала его Я бы его принял Лег бы на полу И его положил На кровать даже Хотя я это никому Не позволяю делать Он очень многое Сделал здесь Вам не надо говорить Такие людей Тут как Пальгуев Вы знаете Что Надежда Ивановна упала Омку сломала На крыльце Надежда Пальгуева Вот все надписи Это все ее труд Добрый прекрасный человек И он тоже Вся батарея варила Это он Всегда молитесь Я речь иду о доме Это украшение дома Вот эти надписи Это все Надя на руках делала Везде Где бы мы ни посмотрели И которая в церкви надпись Это она делала И когда мы с любовью Начинаем молиться Такую молитву Бог не отвергает И детей побудите Детская молитва Весьма доступная Ну что я сейчас вам Вроде бы я Обо всем уже успел сказать Иногда говорят А вас меньше стало Меньше Умирают в Чернявске Оба умерли Вы знаете Сколько людей И на это Замуж вышли Пренебрегли нашими Братьями Неженатыми А поехали Дальше Иные Поменяли место жительства А в стране Вы знаете Вот как раз здесь и говорится Нас едва ли 120 миллионов А если бы Как преволюция Менделеев рассчитал И сегодня Показывать точно С расчетов Было бы 650 миллионов 20 процентов Осталось А 80 Змей Горыныч Сглотнул Почему Не слушали Бога Как батюшка говорил Сегодня Что обольстили Дадим тебе Ты будешь Сарь Нужно Научиться молиться Мы ежедневно молимся Богу Яну Крестителю И говорим Научи нас Господи Жить В бедности Имея пропитание Одежду Быть довольным И каждому дару Жилье И дальше говорим Кто стоит в очереди На квартиру Пересчисляемых Каждый день И Господь И Господь дает Осознание От того Чтобы никогда Не роптать Добавляем И никому Не завидовать Эти люди Они несчастные Они заботятся И не знают Куда деньги деть А мы знаем Куда деть Вот сейчас За дом Сколько там тысяч Вчера Показывали Сколько там Открой бумагу Опять почему-то Кемерово Прислало нам Возьмите Узнайте Кто будет платить Пока земли Не оформили На нас Не платили Я реабилитированный Я еще раз Севастяну сказал Он говорит А я посмотрю Реабилитированный Не платят За землю Но это В каком регионе 11 тысяч 821 Сколько 11 тысяч 821 Представьте Это для меня Два месяца Не пить и не есть Да у вас уже Большая Поэтому Вы знаете Тут поскольку Там собирают Это заплатить надо Это налог На землю Ну это за землю Ну иначе власть Зачем она власть нужна Если она не будет Деньги брать Ей надо Сохранить себя И бюджет Земельный налог 5500 А налог на имущество 6200 Ну в общем За дом За землю Поговорите еще С батюшкой Батюшка все время И платит И заплатить Вот что я хотел С вами сказать Если вы запомнили То Катехизисе Молитесь А братья Михаили Братья Молитесь Василия Чтоб Бог Нашел Допросить тщательно Зачем он ночью Через забор Лазит Зачем С Виктором На меня попадает То что я искал Я Этих людей 18 Поведут Не больше То есть Вот таких людей Вы узнали И помолитесь Они еще живые Чтоб Бог Разумил Этот Александр Калинин Который запутался За ним сейчас Дело открылось Он по двум статьям Судился Женщину убили За ним Он 8 лет Отсидел От напарника По 12 лет Она знакомая Они не могли К ней пробраться А он ей сказал Я один И договорили Что они его сшибут Чтобы его не А они забыли Сразу за ней 75 тысяч Все только было Задушили ее Этот Калинин Который С которым Батюшка Говорят А эти В газете Там напечатали Их никак Сейчас нет Даже я Клеветаю Скажу Да нет Говорят Они говорят Ну вас говорили Плохо детский лагерь Да Ну мы написали По этой статье Их привлечь к суду Нельзя Их так научили Тут под вопросом Следы ведут Но намек брошен Как приезжал Первый секретарь Женодорожного райкома Бобров тогда Игнатий нас ведет По лагерю И говорит А вот эта келья Отопляется Здесь тепло А я сразу подумал Вож тепло любит Какая вож Где Но намек Гнусный Уже брошен Вож Теперь Что я показываю еще Вож тепло любит Да ты-то в тепле лежишь У тебя тоже вож там есть Вож тепло любит Понимательно Поэтому следите За языком Как заключено Говорят За помелом Иначе Отвечать придется Григорий Ницкий Говорит Слово имеет Воплощенный вид Даже который мы говорим Оно может преобразоваться В дело Вот так Вопросы есть какие Ко мне Спасибо Христос Христос Хотел попросить Помолитесь А то у нас тут Сложные работы Начались У меня канализация Трубу сплющила И все это На зиму глядя Вот мы с Володей Там делаем Уже 4 дня Копаем Там Ну Узко очень И Глина Очень сложно Еще там надо Что Господь умудрил Как сделать Чтобы Опять трубу Не перебнуло И не сломало Помоги вам Господи Помоги Достойно есть Такого истину Блажите Тебя Богородицу Присноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без Сомнения Серафим Без Истрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От нашественных Племенников От внутренних Расприй От беззакония Которое Втайне Останови Делающих Зло Просвети Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Мудрые Законы И Всех Начальствующих Также Просвети И защити Людей Не познавших Тебя Обрати К истине Чтобы Божественную Любовь Тебя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаются В небрежении Своем И проповедуют Смело И на Славном Об Иисусе Христе Господи Праведны Суды Твои Над Россией За то Что Оставили Тебя И Слово Твое Извеченное Святой Библии Прости Авва Отче Господи Научи нас Семикратно В день Прославляет Тебя За суды Правды Твоей Тебя Хвала Слава Чести Поклонения Пресвятая Троица Отец Сын И Святой Дух Аминь Песнопение Занятия Крапезы Занятия Отдай Пожалуйста